Сегодня стало известно, что принято решение перенести визит Патриарха Московского ССР в Молдову на более поздний срок. Новые сроки будут обсуждены с его святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита президента Молдовы в Российскую Федерацию. Многие задаются вопросом, а почему этому визиту уделяют столько внимания? Ведь приезжали к нам патриархи и ранее. На мой взгляд, на это событие нужно смотреть в том числе и в свете недавнего разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским Патриархатом. Некоторые гадают, а что Молдова? Не пойдет ли она по пути Украины и не станет ли объектом церковного раскола? Ведь все знают, что с 2002 года у нас вполне легально действует Бессарабская митрополия. И ее сосуществование с Молдавской православной церковью вряд ли можно назвать мирным. Именно об этом мы будем сегодня говорить. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И сегодня в гости я позвала политологов, которых, безусловно, вы все знаете. Борис Шиповалов, добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Андреевский. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по соответствующему номеру телефона. Что ж, давайте обсуждать. Виталий Александрович, вот у вас на сайте, я видела такое вот вроде два предложения в виде опроса-вопроса. Вот решение архиерейского собола в Стамбуле открывает путь к автокефалии и Молдавской церкви. И дальше вопрос. Воспользуется ли она окном возможностей? Вот что имеется в виду под окном возможностей? Поясните, пожалуйста. Ну, давайте обсуждать эту тему, наверное, с религиозной позиции мы не будем. Мы не религиозные деятели. Мы все же занимаемся политической аналитикой с политической точки зрения. И многие говорят, что то, что произошло в Украине, оно имеет больше политическое звучание, чем религиозное. Когда речь идет об окне возможностей, то вопрос стоит в том, что в принципе все национальные государства в конечном итоге они обретают свою независимую церковь. Этот путь прошли очень многие страны, и такая есть тенденция. Вот сейчас по этому пути пошла Украина, и я не исключаю, что по этому пути пойдет и Молдова. Благо, у нас уже есть две церкви. И более того, даже если не будет проявляться активности со стороны какой-то части церковников, я имею в виду те, которые входят или в Бессарабскую метрополию, или в Московскую патриархату, я не исключаю, что может появиться третья сторона, как это было, кстати, в Украине. В Украине же образовалось две православные церкви, которые не входили в Московский патриархат. И я не знаю, можно ли это назвать расколом церковным. Наверное, церковный раскол – это более широкое понятие, когда происходят какие-то серьезные вещи, ну, как был церковный раскол в России в XVII веке, когда старобрядцы образовались, неконьянцы. Но такую тенденцию исключать нельзя. То есть за окном возможностей вы имеете в виду автокефалию. Я правильно вас понимаю? Да, нельзя исключать такой вариант. Спасибо. Борис Андреевич, вам вообще как решение архиерейского собора в Стамбуле, и в том числе ответ вашего визаевита? Вы знаете, это очень сложная ситуация, когда политики, когда на государственном уровне вмешиваются в церковную, духовную жизнь. Я, например, считаю, что это недопустимо. И то, что на сегодняшний день происходит на Украине, а оно там на Украине происходит по инициативе, ну, во всяком случае, внешне оно так выглядит, украинского президента Петра Порошенко, и это понятно, что это одна из предвыборных его фишек, раскол церкви, что наша независимая украинская православная церковь, отдельная от русской православной церкви, и вот это используется именно вот в этом политическом контексте, а не на пользу реально верующих людей. И вы знаете, я к этому отношусь, вот то, что происходит в Украинской православной церкви, крайне отрицательно с той точки зрения, что церковь всегда должна быть единая, если это церковь, и здесь не должны играть ни политические вопросы, ни национальные вопросы, никакие другие, потому что в церковь ходят все, как у нас, допустим, и русские, и украинцы, и молдаване, и гагаузы, и румыны, каждый в свою, и в этом нормально, потому что Бог един, и вера тоже. А когда на этом начинают строить политику, как на Украине, ну, чего тут говорить, это две раскольнические церкви, действительно, они были образованы в пику, скажем так, украинской православной церкви, московского патриархата, специально для того, чтобы отколоть часть верующих, для того, чтобы можно было их использовать в политических целях. И те, вот, постоянные передачи, кадры, которые идут с Украины, там, захваты храмов, избиения священнослужителей, ну, это мерзко, это низко, это выглядит очень как-то подлинно, когда стравливают людей, стравливают, как бы, верующих в одного Бога, да, ранее бывших в одной церкви, а потом они должны брать виллы и идти друг на друга. С нашей молдавской православной... Нет, мы поговорим, если можно, уже потом детальнее. Вначале я хочу уточнить у господина Андреевского, вот вы говорили о политической подоплеке. Да? Вы говорили, что вот давайте об этом говорить, с удовольствием, давайте об этом говорить. Вот это решение Константинополя, оно имеет политическую подоплеку, и расскажите, пожалуйста, так конкретно, в чем же она состоит? Ну, политическую подоплеку имеет решение Украины в первую очередь, а Константинополь пошел на встречу Украине. Но то, что коллега говорил, Ну, ведь не так просто на встречу идут. Сейчас, секундочку, я вернусь к этому, что вот нельзя, чтобы власть вмешивалась. Мы помним, как Российская православная церковь получила автофекалию, вмешалась власть. Кефалию, да. Вмешалась власть. И власть настояла на том, и Константинопольский патриарх вынужден был пойти по этому пути. Поэтому власть всегда будет вмешиваться. Понимаете, когда я говорю политическая подоплека, и я вижу в этом и плюсы, и минусы определенные. И в данной ситуации я не хочу судить о решении, которое принял Константинопольский патриарх. Это их решение, к ним обратились, они приняли это как бы в их определенных правах. Это уже чисто тоже имеет политическую определенную подоплеку. Они посчитали, что есть как бы независимое государство, и надо пойти навстречу этому независимому государству. Особенно, если сейчас в мире складывается такое отношение определенное к России со стороны многих стран. Но когда я говорю плюсы и минусы, понимаете, вот говорят о Ватикан. Ну да, у них же нет вообще, у них единая церковь. У них есть единый центр. И что плохо, если у нас, допустим, в каждой стране нет. Единый центр находится в одной из стран. Но Ватикан в какой-то мере независим от Италии. Ватикан это отдельное государство внутри Италии. И многие, почему политически возникают, потому что понимают, что русская православная церковь, она находится в определенной зависимости от власти России. Вот сегодня на эту тему в тему вас перебиваю. Говорила с одним из священнослужителей, он мне сказал такую фразу. А вот посмотри, если у нас есть необходимость избирать митрополита, Россия в это никогда не вмешивается. Нет. Нет. Мы эту ситуацию будем решать сами. Россия нам не будет говорить выберите того или выберите того или сделайте так-то. То есть это как раз противоречит вашей логике, что вот Россия так сильно вмешивается в то, что происходит. И в Украинской православной церкви тоже самое. То же самое. Вы меня неправильно поняли или неправильно интерпретируете. Я могу потом объяснить. Я сказал, что Российская православная церковь находится под влиянием, определенным влиянием российских властей. Я не сказал, что Молдавская церковь находится под влиянием. А украинская церковь Киевского патриархата не находится в поле? Безусловно. В каждой. Это, кстати, относится к определенным минусам. Если бы у нас был православный Ватикан, условно говоря, я думаю, никто бы особо не возражал. То есть независим. Ну, у нас он был Константинопольский, но он сам пошел по этому пути. А вот такой вопрос к вам, кстати, господа. Так называемая церковь-мать, которая... Хороший. Вот этот... Да. А Константинопольский патриархат, он... Зависит? Еще как зависит? Вот мне интересно, от кого он зависит? Тоже могу объяснить. Он тоже находится на территории Турции. И, безусловно, он находится в определенной зависимости от турецких властей. Нет. Он находится в определенной зависимости от Соединенных Штатов Америки. Вот. Потому что там самые богатые прихожане, которые оттуда поступают определенные деньги. Безусловно, Назначение последнее, да? Да, что когда, значит, назначили представителями в Киеве по автокефалии, значит, архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Из Канады. Даже по составу тех представителей, которые поехали от Константинопольского патриарха на Украину и с кем они встречались. Они встречались с председателем парламента украиненной. Они встречались с официальными другими лицами Украины. И когда они приехали, они уже заявили, что вопрос уже решен и Украина получит этот. Зачем они приезжали? Наверное, для того, чтобы это сообщить. Но те люди, которые приехали, один из Соединенных Штатов Америки и второй из Канады, это действительно самые богатые приходы. Они находятся под мощным влиянием, конечно же, американских властей. Ясно, что можно намекнуть. Ясно, что можно... Ну, вот Виталий Александрович сам сказал, вот когда есть государство и есть отдельная церковь и на нее можно повлиять, то это вот нехорошо. Вот опять-таки с точки зрения. Давайте не привлечить влияние американских властей на православную церковь. А вот вы считаете, что это случайно? Да нет, это случайно. Я сейчас обращаюсь к Виталий Александрович. Нет, я думаю... Виталий Александрович, я можно сформулировать вопрос. Вы считаете случайным, что Константинополь принимает такое решение и потом мы понимаем прекрасно, что за ним стоит Соединенные Штаты и это решение явно не устраивает российскую православную церковь? Не послали же болгарского епископа или епископа из Польши. А они не входят в Константинопольскую патриархию? Нет, нам есть. Они независимые. Они независимые церкви. Есть независимые епископы. Есть, да, есть, есть. Посылали людей, которые знают язык. Я вам даже скажу, микрополит Ловеческий Гавриил, болгарская церковь, которая, кстати, осудила. То есть есть здесь. Посылали те, которые знают язык, во-первых, чтобы они могли общаться. Но ситуация не в этом. Я не хочу сейчас доказывать, что вот уходя от Москвы, церковь становится полностью независима от политических каких-то веяний в Украине. Безусловно, она будет зависима. Но она будет зависима в Украине. Вот это главное для них. Понимаете? А то, что вот эти епископы, американец и канадец, вы считаете... Они приехали и уехали. И к ним не будут прислушиваться? Они приехали и уехали. Дело в том, что сейчас же переходной период. Она еще не имеет. Она не независимая. Она еще сейчас... Она сейчас находится под Константинопольским патриархом. А вот когда она уйдет, когда она получит томас... Когда они получат томас, тогда они будут независимы. И безусловно... И будут прислушиваться непременно только к политической воле тому, что украинские власти... Они будут считаться с ситуацией в Украине, а не в России, или в Молдове, или в Стамбуле и так далее. То есть... Я не вижу ничего страшного в этом. Ведь очень много независимых церквей в мире. Что нас пугает? Нет, это разные вещи. Именно пугает политическая подоплека и пугает граждан Молдовы. Я сейчас следующие вопросы начну задавать и объясню, почему. Потому что, несмотря на то, что ситуации несколько разнятся, но очень многие связывают их. Я вам просто одну цитату сейчас зачитаю. Политологи, уважаемые. Цель раскола — попытка Запада выиграть у России борьбу за Украину. Ради чего? Атлантисты пошли даже на провоцирование раскола мирового православия. Ну да бог с ним. Давайте по Молдове. Борис Андреевич, давайте я объясню, что по Молдове. Почему волнует? Вот смотрите. Все знают, что есть культурное триединство. Язык, история и вера. С языком у нас в последнее время Конституционный суд решил, что язык у нас румынский. История у нас, дети изучают, история румын. Осталась вера. И вот здесь многие обращают свои взоры на Бессарабскую метрополию. Давайте говорить по ситуации теперь в Молдове. Вам слово. Как вам сосуществование Бессарабской метрополии и Молдавской? На сегодняшний день. Я, когда возникала эта тема, я помню, тогда Молдова протестовала. Я помню, тогда Морей ездил, Брюссель, если вы помните тоже. Я помню. Я помню, сколько господин Кубряков приложил к этому. Ситуацию, но, как бы было принято решение. Суд подавали. И, кстати, я после этого решения не видел никаких особых конфликтов, чтобы там имущество забирали, чтобы какие-то борьба шла, драки и так далее. Общество достаточно нормально восприняло это. На самом деле, я думаю, что верующие верят ни в Кирилла, ни в румынского патриарха. Они верят в Бога. И под кем будет церковь? Это не столь, я думаю, для верующих, я не говорю для священнослужителей, для верующих принципиально. Не соглашусь. Ну, это ваше мнение, да. Когда сейчас, допустим, принимается решение, как бы, вопреки желанию многих верующих, что вот на Афоне нельзя молиться, честно говоря, я это не понимаю. Тут был такой светоч, Афон, Афон, наш президент. Нет, там, кстати, совершенно по-другому. Нет, там четко, нет, там четко, уже были заявления Афонских этих руководителей, там можно посещать, но нельзя молиться. И молиться, все ждут решения, и они находятся в автономии от Константинополя, не подчиняются к инстатистике Афон. Поэтому вот это вот распространение, это чисто идеологическая, политическая провокация. Но это, подождите, она что, исходит от Российской православной церкви? Оттуда заявления были, по Афону. Не оттуда были, а вот от таких политологов, как вы, Виталий Александрович. Нет, дорогие телезрители, откройте интернет, Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем. Но абсолютно это не касается Афона. И был перечень храмов, в которых нельзя молиться. Я только сегодня читал по Афону полную информацию. Хорошо, хорошо. Не будем спорить, телезрители пусть посмотрят, что в Афону. Борис Андреевич, я верну вас к взаимоотношению Бессарабская митрополия и Молдавская. Вот нас это волнует. Как вы их оцените? Давайте так, вот чтобы телезрители четко понимали, потому что мы говорим такими умными словами, автокефалия, Томас и все остальное. Что такое автокефалия? Это административная независимость поместной церкви от церкви матери. Для православия церковью матерью первоначально является Константинопольская церковь. Православная. Это естественно так. У нас уходит время. Людмила, 14 церквей являются поместными, православными, самостоятельными. И есть понятие автономная церковь, которая является автономной в рамках автокефальной церкви. Независимой. Вот Молдавская православная церковь, русского патриархата, она находится в автономии. То есть мы сами, вы правильно сказали, Иван Священнослужитель сказал, что мы сами выбираем своих епископов, мы сами выбираем своего митрополита, но митрополит подлежит как бы рукоположению, утверждению вышестоящими иерархами. Вот вся вот такая процедура. Спасибо большое. Наша Молдавская церковь, она автономная, она прекрасно существует в рамках Русской православной церкви. И я, насколько владею информацией, каких-либо особых подвижек именно в Молдавской православной церкви, я не говорю бессарабскую, по выходу из Русской православной церкви, по постановке этих вопросов сегодня не стоит. Взаимоотношения, вот вы не слышите оба мой вопрос. Вопрос очень простой. Между бессарабской митрополией и Молдавской митрополией. Какие у них сегодня отношения? В бессарабскую митрополию ушло там несколько десятков церквей, там построено несколько десятков новых церквей. То есть какие они? Хорошие, плохие, они развиваются, они... Скажем так, боевых действий между ними нет, священнослужители находят общий язык, друг. То есть все прекрасно? Нет, не все прекрасно. Естественно, если было бы все прекрасно, русская православная церковь не ставила бы эти вопросы, но тем не менее с румынской православной церквью ведутся контакты, ведутся переговоры, но тем не менее бессарабская церковь официально, она сегодня является раскольнической с точки зрения русской православной церкви на территории здесь. Потому что это не каноническая территория румынской церкви. Добавляю телезрителям фактов, Совсем недавно, в мае, румынский сенот сделал в города, расположенные в Молдове, на канонической территории Русской Православной Церкви кадровые назначения. Он назначил епископа Южной Бессарабии и епископа Бельского. Наши возмущались немеренно. Далее. Бессарабская митрополия жестко раскритиковала визит патриарха Московского и всея Руси, прошлый визит Кирилла в Молдову. Значит, что они заявили? Что имел в виду патриарх, сказав, что будет молиться за будущее Молдовы? Рассуждая логически, мы придем к выводу, что он молился за сохранение Молдовы в зоне влияния России. Так высказалась Бессарабская митрополия. Вот, скажите мне, пожалуйста, исходя из этого всего, если захотят постепенно вывести Молдову из сферы влияния России, что мы, насколько понимаем, многие подразумевают, политологи, то применят ли они при этом религиозный аспект, я имею в виду, усиление роли Бессарабской митрополии со всеми вытекающими последствиями. Все, я конкретно до предела. Виталий Александрович. Я не думаю, что ставка будет сделана на Бессарабскую митрополию, если пойдем по этому сценарию. Вероятнее всего, ставка будет сделана на то, чтобы Молдавская православная церковь была независимой. Чтобы она полностью была независимой, не входила ни в какое административное подчинение московской церкви. Куда денем Бессарабские митрополии приходы? Они есть, может быть. То есть они войдут вместе с... Конечно, было бы, если такое случится, честно говоря, я не очень над этим задумываюсь, и, честно говоря, мне все равно. Но если такое случится, конечно, было бы хорошо, чтобы они все объединились в единую независимую Молдавскую церковь. Это было бы абсолютно нормально, потому что мы независимые государства, и у нас должна быть, наверное, одна православная церковь. А вас не смешает, что те люди, которые являют... Она у нас и была одна. Ну была, но по решению суда в 2002 году у нас уже, извините, есть и Бессарабская митрополия. Мы могли не выполнять это решение суда, это было чисто политическое решение. Мы знаем, кого с вами. Я сейчас... Да, я сейчас уже... Мы не будем сейчас рассуждать на тему, как бы было. Ну да, факт свершился. Факт свершился. Вот мне интересно, будут ли применять в этом отношении религиозные аспекты. Поясню, почему. Потому что представители Бессарабской митрополии, как бы нам с вами здесь хотелось или не хотелось, играют очень активную политическую роль. Унионистскую роль. Да, именно унионистскую. Его представители совсем недавно участвовали в праздновании 100-летия унирии. Какие речи толкали, так мило, любо-дорого, знаете, посмотреть было. То есть эти люди, они очень четко, конкретно знают, чего они хотят. Людмила, они же находятся на службе румынского государства. В Румынии православная церковь государственная. Людмила, они получают заработную плату от румынского государства. Соответственно, они являются проводниками политики Румынии. Тут однозначно. Митрополия, которая административно находится в подчинении Москвы, она не играет никакой политической роли. Митрополит Владимир не поддерживал Игоря Дадона на президентских выборах. Митрополит Владимир, он ходил и говорил, голосуйте, я не слышал. Он есть, я думаю, что неким телезрителем не слышал этого. Вот поднимите цитату, что он говорил о Дадоне и о выборах. Так он и сейчас говорит, мы с вами о человеке можем говорить все, что угодно. Сейчас Дадон избранный президент, сейчас можно говорить, потому что вся власть от Бога. Но еще когда она не была от Бога, она была только от Владимира. Ну подождите. Он поддерживал Дадона, это первое. Какая разница, когда он поддерживал? Ну дайте мне высказать до конца. Хорошо. Второе, митрополит Владимир фотографировался с одним руководителем партии и билборды висели по всей Молдове. Ну и что? Он фотографировался с Ворониной, то это он фотографировался. Это партия шла на выборы. Какая разница? Я говорю, это политическое участие в политической жизни. Он фотографировался с человеком, который много делал для Молдавской и делает для Молдавской. Да, и по случайности он был кандидат на выборах. Ну что, а другие кандидаты не фотографировали? Нет, можно я тогда задам другой вопрос. А эти люди, которых вы назвали, они выступали за ликвидацию молдавского государства? Нет, не выступали. Вот в этом есть тонкий нюанс с представителями Бессарабской митрополии, которые за это выступали. Я к чему веду вопрос, что многие задают себе, а не поддерживал ли он, потому что Москва тоже поддерживала этих людей. Вот об этом идет речь. О том, что митрополит... Вы смещаете один акцент. Не Москва поддерживала, а Русская Православная Церковь. А Москва не поддерживала, да? И Святой Синод, частью которой официально является Молдавская Православная Церковь. Обратите, кого поддерживала? Подождите, мы часть этой церкви. Ну и что? И поэтому эта церковь может поддерживать, кого она хочет. Нет, право церковь никого поддержит. Это даже запрещено. О чем вы говорите? Церковь вмешивается в политику. Запрещено избирать депутатами священнослужителей. И вмешиваться в политику запрещено. Они не вмешиваются в политику. А поддержав Игоря Дадона, они не вмешались в политику, да? Виталий Александрович, они же не агитировали в церквях. Священники не выходили, не читали проповеди. Давайте изберем Господина Дадона. Я, кстати, не исключаю, что некоторые и читали проповеди. Вы делаете веберки Бессарабской митрополии, послушайте, что там говорят. Это плохо, что делает Бессарабская митрополия. Но это не значит, что эти имеют тоже это право делать. Да, давайте подставим еще одну щеку, левую тару, пусть нас колотит, мы сейчас не будем. Я знаю, что вы сказали... Понятно, понятно, понятно. Можно скажу. Когда с господином Пассатом мы видели фотографии митрополита, очень четко высказались как раз россияне. Как вы видите, эти билборды... Российская православная церковь. Ну да, во время выборной кампании. Можно я закончу, спасибо. Эти билборды убрали. И с тех пор ни одного из кандидатов, вот прям явно, да, он встречался с Филатом, наш митрополит. Конечно. Да, он встречался с другими политиками, но ни разу он не говорил, голосуйте за того или другого. В этом разница. Но теперь, что касается агитации. Смотрите, какая есть любопытная... На выборах он открыто поддержал Дадона. Ну что, он всем кричал, давайте будем голосовать. Ну что значит кричал? Ну а как поддержал? Сейчас найдите в интернете цитату, что он сказал Дадоне на конуне выбора. Слушайте, ну когда мы видели Майю Санду с Ангелой Меркель, все сказали, что это не агитация. Виталий Александрович, было такое. Давайте другую информацию рассмотрим. Почему не агитация? Ну так решил, на нее же подавали же в Центральную избирательную комиссию. Ведмила, мы тут обсуждаем, а не за пределами. Это была агитация, так же как и агитация со стороны Владимира. Но есть юридическое решение, что это не агитация. Хорошо, мы же с вами в юридическом поле, а у нас есть вообще Конституционный суд. Я вообще здесь замолкаю. Есть интересная информация. Смотрите, когда в феврале нынешнего года Центр информирования и документирования НАТО в Молдове, это я об агитации говорю, объявил о запуске проекта продвижения европейских и евроатлантических ценностей в сельской местности Молдовы через посредников, формирующих мнение, то в числе продвигающих евроатлантические ценности Центр хотел бы видеть священнослужителей. Как вы думаете опорой НАТОвцам, кто представители Бессарабской митрополии? Как здесь будем реагировать? Вот зачем нам НАТО, Бессарабская митрополия? Зачем эти люди вообще должны формировать какое-то общественное мнение? Вот объясните мне сейчас, кто может? Значит, я попытаюсь объяснить, мне не нравится любое вмешательство Церкви, Бессарабской, Российской, там, любой другой, в политические процессы. Поэтому, когда Церковь начинает вмешиваться, у нее другая функция. И поэтому, то, что вы сказали, НАТО это отдельно, Церковь это отдельно. Если сказали, значит, и если Церковь поддержала, значит, это неправильно. Она не должна вмешиваться в политические процессы. Она должна сеять разумное, доброе, вечное. Вот это роль Церкви. И поэтому, я считаю, и та Церковь нарушает, и эта нарушает. И вы полагаете, что они нарушают абсолютно одинаково? Вы сейчас говорите, вы просто... Ну, давайте, я просто сравниваю... Слушайте, взвешивать на весах. А, я взвешиваю, потому что я смотрю... Нет, я, во-первых, заявила о единственном... Ну, не амуратное вмешательство, конечно. Там государственная Церковь другого государства, да, это уже чисто конкретная раскольническая враждебная деятельность против этой Церкви, да. А это Церковь самостоятельная. Я еще раз говорю, Молдавская Православная Церковь, это автономная Церковь. Она полностью управляемая изнутри. Поэтому она только, ну, скажем так, в некоторых вопросах подчиняется Русской Православной Церкви. Она и так имеет автономию, то есть она достаточно самостоятельна. То есть не обязательно быть автокефальной Церковью. И вы задавали вопрос, что будет на Украине, что будет у нас. На Украине две раскольнические церкви, вот эти. Нет, вы сейчас собьете тему, я хотела объяснить господину Андреевскому. Так что будет у нас? Нет, я хотела ему объяснить роль, почему вот эти все нарушения, кто на самом деле чего хочет и почему с религией. Он говорит, те нарушают и те нарушают. Уничтожит мудрасное государство тут конкретно ясно. Я хотела бы просто ему напомнить логику Збигнева-Бзижинского. Вы, наверное, знаете. Вот он говорил так, возрождение православия и усиление роли русской православной церкви в России в мире видели главную угрозу для западного мира. Это не он один говорит, а там с десяток вот такие еще. Я назвала известную фамилию. Ястреб, да, самый такой. Известный всем. То есть вот все, что сделается, Збигнев-Бзижинский предрекал и говорил еще раньше. То есть это все делается не потому, что так всех это все волнует, что происходит мало. Людмила, это целенаправленная русофобная политика. Давайте Виталию Санчеву. Значит, я вам отвечу. Значит, вопрос о независимости украинской церкви возник с появлением независимого украинского государства. Это еще было в 92-м году был поднят этот вопрос. И он бы, может быть, очень долго тлел бы. То есть поднимали бы этот вопрос, образовались эти две независимые церкви, если бы не было Крыма и не было Донбасса. Вот это стало как бы таким побудительным мотивом для многих в Украине, что наша церковь должна быть независимой. И вот те факты, которые... Какое отношение имеет церковь политическую? Когда некоторые церкви, которые подчиняются Москве, отказались... Да при чем здесь кому она подчиняется? Католическая церковь в Бразилии подчиняется папе Римскому. Борис, вы воспитанный человек, вы педагог, дайте мне высказаться. И когда были случаи... Виталий Александрович, вот когда вы говорите, что там чуть ли не Кремлю подчиняется эта церковь, там еще КГБ, еще вспомните, еще что-то... Московская, да, Московская. Сидит в ФСБ и управляет патриархом Кириллом и говорит, вот вы делаете это, не делаете... Вы не дадите высказать, до конца довести мысли. Все хорошо, но Крым был после высказывания Бзижинского, понимаете? Как быть с этим? А я прошу, вот я все время прошу... Молитесь на это высказать. Я повторяю, что может быть этого процесса... Я просто говорю, что то, что он сказал, происходит сейчас. Я повторяю, может быть вот этого процесса и не было бы, вот который сейчас возник в Украине, если бы не отказались отпевать погибших на войне, церковь, которая подчиняется московскому патриарху. Если... А те отпевали тех, кто погиб с другой стороны? Да, другая церковь. Те отпевали, расконнические церкви, погибших людей на Донбассе, которых бомбили, убивали. Виталий Александрович, те отпевали? Сейчас, секундочку. Или они этих священников просто выкидывали... Сейчас, секундочку. Мы говорим о конкретных фактах. Зачем вы все смешиваете? Отпевали, не отпевали? Меня волнует одно. Почему боялись возрождения православия? Виталий Александрович, почему так, вот я читаю, почему так боялись возрождения православия? В жизни почему так боялись? Почему? И не он один. Почему еще раньше об этом говорили? До Крыма, до всего. И вот то, что сейчас происходит, это не свидетельство этого? Да, но вы путаете понятия. Вы путаете понятия московское патриаршество и возрождение православия. Православие возрождается, это вера в Бога возрождается, а не вера в патриарх Кирилла или там Ануфрия или кого-то другого. Не хотела этого делать, но теперь сделаю. Позицию Российской Православной Церкви поддержали. Читать? Что? Читайте, читайте. ирине и священный синод сербской православной церкви священный синод польской православной ну не заставляйте очень много да 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 митрополит китровский екатеринский и и далее далее были воздержавшиеся это американская румынская и албанская церковь никто не высказался не высказал из них в пользу но они воздержали то что вы начинаете месяц говорить про православие потому что решение константинопольского патриархал рхата ну не каноническая почему сейчас потому что для того чтобы дать автокефалию все три украинские православные церкви должны были об этом попросить константинопольский патриархат это первое но самое главное матери церковь а матерью церкви для украинской против православной церкви является русская православная церковь должна об этом попросить константинопольский патриархат вот эти каноны нарушает константинопольский патриарх потому что он на меня не обидится зарубежная российская православная церковь в чем в чем проблема проблема самое главное в том чтобы поддержали верующие в украине вот это самое главное а все остальное это как бы когда было косово решали ситуацию по косово ну разве самое главное было чтобы поддержали жители косово да нет их никто не спрашивает вообще или это был пресекундочку или это был прецедент для всего мира когда решали судьбу серву или это был прицы и говорили это открывается ящик пандоры это был прецедент да это был очень это вот это был очень нехороший прецедент и кстати румыния не признала косово и многие не признали и я считаю что это очень нехороший прецедент такой же прецедент как создали с крымом это очень Это ящик Пандоры, который открыли в Косово, а потом он уже начал открываться в Крыму. А вот вы не считаете, что здесь тоже ящик Пандоры? И что на какой-нибудь стране точно так же с Пандором? Это внутри страны происходит. Да подождите, это удар вообще по православию. Потому что эти церкви... Слушайте, ну вы просто кушать не можете, спать не можете, потому что украинская церковь независима. Да успокойтесь вы, это их проблемы. Не наши это проблемы. Пусть они живут со своими проблемами. Они так хотят. Они хотят этого. Они кто? Прихожане многие хотят. Кстати, опросы показывают, что процентном соотношении приходов больше. А прихожан растет как раз у этих двух церквей. Виталий Александрович, а кто опрос сделал? Я читал этот опрос и сразу спрашиваешь, а кто автор? Я не понимаю, что нас это волнует. Когда читаешь автора, понимаешь, это не почистить. Виталий Александрович, меня волнует, что это прецедент. Прецедент, конечно. И я пытаюсь вам объяснить. Этот прецедент был уже в Эстонии. Был в Эстонии. И что случилось страшно? Это волнует не одну меня. Моргопольский патриархат. Ну и что случилось страшного? Да потому что раскалывают русскую православную церковь. Потому что это объединяющий фактор. Это как великая победа над фашистами. Виталий Александрович, у нас есть чем гордиться. Куда делась великая победа над фашистами? Подождите, вспомните главный лозунг Российской империи. За веру. Первое слово вера. Это мощный объединяющий фактор. Царя и отечество. О, царя потеряли. Подождите. А наши президенты тоже цари во всех странах и в штатах. Произошло разделение в Эстонии. Никаких вражды, схваток. Все спокойно прошло. Это сделано для того, чтобы откануть с идеологической точки зрения часть православных, которые ходили в одну церковь, в другую. Это точно как нас, Виталий Александрович, в Молдове растянули по национальным общинам. Десять русских, семь болгарских, три украинских. А теперь давайте каждому району по церкви. Кто растягивал? По своему митрополитику. Кто растягивал? Власть наша целенаправленно. Власть создавала общины, да? Да, конечно. Просто находились карьеристы в каждой национальности. Создавала. В 92-м, 93-м году, по указанию Снегура, этим конкретно занимались. Да никто не занимался. Да о чем вы говорите? Я эту хорошую ситуацию знаю. Виталий Александрович, вы хорошо знаете. А я во всем этом тогда участвовал и видел, как это все делалось. Ладно, выдумывайте, общины создавали. А теперь давайте каждому району по церкви сделаем, по своему епископу, митрополиту. И пусть они каждый свою полиску. Они сами решают эти районы, эти прихожане, что бы у них было. Виталий Александрович, откуда это происходит? Подождите. Сейчас, секундочку. Вы прихожанин церкви? А что? Вы прихожанин какой-то церкви? Да, конечно, прихожанин. Значит, вы принимаете участие в управлении церкви, как прихожанин? Да, как прихожанин. Ну все, и вы решаете по своей церкви. Что вы за все страну начинаете? Виталий Александрович, практически все вот эти приходы, епископаты, высказались в пользу митрополита Ануфрия. Это русская православная церковь. Они не поддерживают. И что там будет? Ничего там не будет, пока они спрашивают. Можно я тоже объясню, почему еще меня это волнует? Виталий Александрович, меня волнует это еще по одной простой причине, что это не только прецедент. Меня еще волнует, потому что так сложилось, что у нас в Республике Молдова наибольшее доверие у граждан вызывает именно церковь. Спасибо, Борис Андреевич. Именно церковь по уровню и рейтингу доверия на сегодняшний день. Я не помню сейчас 80 с чем-то процентов. Да, да. Православных у нас 92-98. Я вот разные такие видела. Ну вот разные. И это совершенно не все равно, что будет происходить у нас и как с церковью будут люди, которые исповедуют православие. Которые посещают церкви, которые крестились, соблюдают таинство и так далее. Что значит православные? Крещеные, объясняю. У нас 90 с чем-то процентов крещеных. Да побойтесь с Бога, Людмила. Конечно, побойтесь с Бога. Статистические данные, они не меняются. Сколько коммунистов было, все крестились, да? Тайно, тайно заходили. Меня тайно, например, крестили. Ну вас может быть тайно крестили, но могу точно сказать. Как только сожгли партбилет, сразу крестик повесили православные. Виталий Александрович, я это расцениваю как попытку уйти от ответа. Лучинский это не делал. Да, в церковь не ходил? Не ходил. Да, ну сейчас кучу фотографий покажу. Покажите. Я это расцениваю сейчас, вот это вот, что вы со мной с цифрами сейчас пытаетесь пикироваться, как попытку уйти от ответа, вот, о роли церкви. Я сейчас с вами говорю и объясняю, почему это очень важно. Вы говорите и себя слушайте, вы же не хотите меня выслушивать. Виталий Александрович, вы говорите сейчас ровно половину этого эфира, поэтому я вам задаю вопрос, и вы старайтесь со мной на одну тему. Вот, Людмила. Так, вы задали вопрос, сформулируйте его конкретно. Формулирую конкретно. Расценивать ваше жонглирование этими цифрами как уход от ответа, или у вас есть иной ответ по поводу роли православия, по поводу количества верующих, по поводу роли церкви, и уровня доверия церкви, который испытывают наши граждане? Независимо. Церковь Бессарабская, будет она независимой, будет она московская, доверие будет, потому что это доверие ни к Бухаресту, ни к Москве, ни к Кишиневу. При любом раскладе. Да, это доверие к институту церкви. Институт церкви не поменяется от того, кто во главе там будет административно стоять. И это во всем мире так происходит. Не меняется институт церкви, она остается церкви. И если вы веруете... Не меняется уровень доверия к институтам церкви. Вся история об этом свидетельствует. Виталий Александрович, хотя бы то, что общества раньше были более религиозные, потом менее религиозные. Кто-то сейчас доверяет, видит это, кто-то уже не доверяет. Когда общество было более религиозным? В средние века, Петр Александрович. А еще раньше этого верили. Или в конце 19-го, начало 20-го века страшно за веру, за царя, за отечество. А прошло несколько лет после 17-го года. Бегали, разрушали церкви, сбрасывали колокола. А в отечественную войну как священники воевали за ту советскую власть. Где эти меры еще были? Правильно, били фашистов надежными орденантами, медалями. Что этого не было? Борис Андреевич, человек... А кто спорит, а сколько убили этих священников? Человек имеет право... А сколько их сожла инквизиция? А сколько вообще женщин за то, что они красивые сожгли в Европе? Да, опять миллионов. Борис Андреевич, я поняла ваш ответ, спасибо большое. Я повторяю, что церковь останется церковью. Да, при любом раскладе, при любых руководителях, будет она Бессарабская, будет она Молдавская. Я не знаю, может еще какая-нибудь будет, вот все будет в одинаково. Я поняла. Да, потому что люди ходят к Богу, а не к митрополиту, патриарху и так далее. Они ходят действительно к Богу. Но если у нас на территории республики есть государственная церковь другого соседнего государства, где священники являются фактически политическими комиссарами этого государства, где они проповедуют унионизм, где они призывают к тому, чтобы разрушить молдавское государство, потому что они действительно государственные служащие другого государства. Но о чем мы говорим? Конечно, это опасность для нашей церкви. И я знаю, что будут использовать. Но вот пока идет медленное давление, потом попытаются кого-то перекупить, потом еще что-то сделать. Конечно же, это будет вносить разлад в наше общество. Да, на уровне прихожанина, когда он ходит в сельскую церковь, и у него другой нет, он хочет, чтобы его там кого-то крестили, кого-то отпели, еще что-то. Но когда мы берем выше, и когда они начинают заниматься политикой, вот это неприемлемо. Так, а может быть, Борис Борис, а может быть независимая церковь объединить все? То же самое получается, когда вот, да, пожалуйста, у нас она была единая. Кто ее разъединил? Ее разъединила как раз румынская православная церковь. Сделает это все направлено. Нет, но если она независимая, молдавская будет. И когда это произошло? Если она будет молдавской независимой, может быть, все в нее пойдут? Это произошло в 92-м, 93-м, 94-м годах, и как решение для того, чтобы противостоять вот этой захватческой роли румынской православной церкви, московский патриархат Виталий Завчин принял мудрое решение дать автономию молдавской православной церкви. Это произошло 2 декабря. Наше время вышло, к сожалению. Мне очень хорошо, что вы пытаетесь внести раскол вот сейчас между двумя церквями. Что-то одна плотная, другая хорошая. Такое есть, потому что церковь с канонической точки зрения это территория русского патриархата. Она расконечная, она захватит. Когда-то Советский Союз был, его нет уже. Да при чем здесь Советский Союз? Ну, церковь-то осталась. Но при Советском Союзе церкви было, мягко говоря, не очень хорошо. Время вышло, господа. Время вышло. Если мы сегодня разделим на две части, потом мы растянем ее, еще раз говорю, на уездные и на районные церкви. Каждому примару по своей церкви. Мы об этом говорим сегодня. Благодарю вас. Чем больше церкви, тем лучше будет. Я вынуждена... Это лозунг, это лозунг прям... Я просто напишу его завтра в Фейсбуке и сошлюсь на вас. Благодарю вас за то, что вы пришли за наш жаркий спор. Телезрители, конечно, рассудят. Было у нас голосование, почему-то сейчас убрали его результаты. Режиссера попрошу, если возможно, еще это сделать. Большое спасибо. Борис Шиповалов, 435. Виталий Андреевский, 56. Приходите к нам еще. Я думаю, что у нас будут поводы схлеснуться. Но только у меня к вам будет одна просьба. Слушайте, пожалуйста, вопрос. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»!